Я от всего сердца приветствую вас, особенно если вы смотрите нас сегодня в первый раз. Тема нашей проповеди звучит так «Ко мне обратитесь все концы земли». Эти слова сказал сам Бог народу израильскому через пророка Исаию. Но почему они должны были обратиться к нему? Какая история стоит за этой фразой? Какие надежды она скрывает? Почему это послание не похоже на другие? И значит ли оно что-то и для нас сегодня? Ответы на эти вопросы вы услышите сейчас. Я хочу, чтобы вы сейчас ненадолго поднялись со своих мест. Сейчас я прочту вам основной стих нашей сегодняшней проповеди. Это книга пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. Эти слова сказал сам Бог через пророка Исаию. Он сказал «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Аминь. А теперь можете присаживаться. Эта фраза несет в себе огромный смысл. «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Сейчас мы рассмотрим эту фразу поподробнее. Для начала я хочу вам сообщить, что эта фраза несет в себе спасительное послание. «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли». Эта фраза подразумевает собой спасение в нескольких смыслах. Прежде всего, эти слова были спасительными для израильского народа и касались его пребывания в пленении у Вавилона в изгнании. Эти слова предназначались прежде всего еврейскому народу. Бог послал их пророку Исаии, чтобы тот их записал. Он предвозвестил, что однажды Израиль окажется в пленении у Вавилона. Так оно и произошло. И вот когда они были в плену, то есть несколько столиц или лет позднее, они прочли эти слова. «Ко мне обратитесь и будете спасены». Для израильцян это значило спасение из изгнания. Но это спасение относится не только к Израилю, ведь здесь не сказано «Ко мне обратитесь и будете спасены». Народ израильский в Вавилоне нет. Тут сказано «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли». Под концами земли здесь понимается не какая-то страна, а все страны земли вообще. Послание, заключенное в этой фразе «Ко мне обратитесь и будете спасены». Все концы земли относятся к каждому человеку во всех странах, во всем мире. Неважно откуда вы, неважно где вы родились, эта фраза относится и к вам. Но отчего должны быть спасены все концы земли? Почему все народы, а также мы с вами, должны быть спасены? Кого имел в виду Бог под этими словами? Ответ звучит так «Нас всех, каждого, и вас, и меня, все народы, все концы земли». Неважно какой вы национальности, неважно откуда вы. Все мы должны быть спасены от наших грехов и их последствий. Как я пришел к таким мыслям? Я понял это по контексту. Очень полезно посмотреть, где именно находится та или иная фраза, какой контекст ее окружает. В 20 стихе, чуть ранее, очень точно говорится о грехе, о котором тут упоминается. Там мы можем прочесть. «Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов». Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. В предыдущей главе Бог более подробно описывает это поклонение идолам. Там говорится о человеке, который валит дерево, о лесорубе. Он делает это для того, чтобы разжечь огонь из этого дерева и им согреться. Затем он берет кусок мяса и жарит его на огне, который он разжег из этого самого дерева. Но у него осталось еще немного дерева. И что же он делает? Из остатков дерева он вырезает себе идола и начинает ему поклоняться. Вот как об этом сказано в Библии. Он поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит, «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Это означает, что Исаия говорит здесь о людях, которые оставили Бога живого и заменили его каким-то бревном, идолом, статуей из дерева. И этому бревну они молятся. Именно к таким людям Бог обращается устами Исаия и говорит им, «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Молиться этому бревну, по мнению Бога, это большой грех. И не только по мнению Бога, но и мы подтверждаем то же самое. Ибо первая заповедь гласит, «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вы наверняка думаете сейчас, «Ну, меня-то это точно не касается. Я же не вырезываю из себя идолов». Но подождите. Поклонение идолам — это просто мерзость для Бога. Это куда более тяжкий грех, чем прелюбодеяние. Люди, которые его тогда совершали, попирали своего Создателя, того, кто их создал, того, кто их благословил. Они отвергли его. Они сказали ему, «Ты нам больше не нужен. Мы нашли тебе замену, вырезанную из дерева». Вот в чем они провинились перед Богом, который праведен и свят вовеки. Идолопоклонники тех времен были не единственными, кто так поступал. Их горе — это и наше горе. Их отношения — это и наши отношения. А их идолопоклонство — это и наше идолопоклонство. Бог, которого отвергли эти идолопоклонники, это Бог, который создал не только их, но и всех людей, включая и вас, и меня. Он создал нас для себя. Он создал нас, чтобы мы отражали его славу. Он создал нас, чтобы мы любили его всем сердцем. Чтобы мы ему доверяли. Чтобы мы его познавали. Чтобы мы были счастливы и довольны в нем и с ним. И в знак своей любви он сотворил человека, сотворил мир. Он сотворил рай. Он даровал Адаму, Еву, а Еве — Адам. У них была общность друг с другом. Это был прекрасный и совершенный союз. Но человечество в лице Адама и Ева отвернулось от Бога. Они сказали, «А знаешь, что Бог, мы знаем все лучше тебя. Ты благословил нас, но нам этого мало. Мы хотим идти своей дорогой. Мы лучше съедим плод, который ты запретил нам есть, чем будем иметь общность с тобой». И они отвернулись от Бога за кусок какого-то плода. И это было в Эдемском саду. В нашем сегодняшнем отрывке из книги пророка Исаи мы тоже видим людей, которые поступили похожим образом. Они отвернулись от Бога, говоря, «Боже, ты нам больше не нужен». Но теперь они сделали это не ради куска плода, а ради куска дерева. Они променяли Бога на то, что Он сотворил. Один из апостолов, Павел, написал позднее в послании к римлянам следующие слова, чтобы объяснить людям, что это касается не только Адама и Ева. И Вавилонин также. Он написал, «Все согрешили и лишены славы Божией». А это означает, что проблема идолопоклонства не ограничивается Адамом и Евой и идолопоклонниками в таких городах, как Вавилон. Ну, к примеру. Это, согласно Библии, касается всех. А это означает, что этот грех, эта проблема международного масштаба. Все согрешили. И апостол Павел в послании к римлянам описывает эту проблему. Но как они, познав Бога, он описывает здесь эту проблему более детально. Он пишет там, «Они не прославили Бога». И здесь он снова обращается ко всем людям и говорит, «Они не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили». Называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ. А далее он описывает, что это был за образ. Это может быть образ деревянного идола или плода, или чего-то еще сотворенного великим Богом-творцом. Неважно, плод, кусок дерева или что-то еще из сотворенного Богом мы делаем для себя самим Богом, вместо истинного Бога. Ведь, оставив Бога и заменив Его, мы согрешили и теперь нуждаемся в спасении. Мы нуждаемся в спасении. Возможно ли, что и вы больше служите какому-то созданию, чему-то созданному, нежели вашему Создателю? Скажите честно, крутится ли ваша жизнь только вокруг вас и дел мира сего. Идолы есть буквально во всем мире. Это наши дома, наша мудрость, наши таланты, это наши достижения, это моя жена и ваши мужья, это наши дети. Все они могут быть нашими идолами. Возможно, вы молитесь не куску дерева, а самому себе. А когда вы сами себе Бог, тогда вы молитесь не какому-то плоду, тогда вы молитесь не какому-то куску дерева, а вы молитесь горстке праха. Ибо в книге Экклесиаста сказано, все произошло из праха и все возвратится в этот прах. И далее, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета сует, сказал Экклесиаст. Все суета. Почитать самого себя это суета. В этом нет смысла. Нам предопределено умереть. Так предопределил Бог. Все мы. Все смертны. это тоже проблема международного масштаба. Никто не избежит смерти, и тогда вам придется предстать перед праведным Богом и отчитаться в том, что вы служили чему-то сотворенному, какому-то плоду, бревну или горстке праха, больше, чем ему, что вы служили не нашему живому создателю. как же поступает Бог с теми, кто делает это снова и снова. Как же поступит с вами праведный святой Бог? Вы всю свою жизнь убегали от него, но вы бежите к пропасти, к обрыву, и однажды рухнете в эту вечную погибель. Казалось бы, Бог мог бы просто отвернуться от вас, позволить вам делать то, что вам хочется, и просто наблюдать за тем, как вы бежите к обрыву и падаете туда. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Но как же поступает Бог с нами, которые делают это снова и снова? Вместо того, чтобы проклинать нас, Он приходит к нам именно в такой момент и говорит вам, ко Мне обратитесь и будете спасены. Ко Мне обратитесь и будете спасены все концы земли. Эти слова не были сказаны в гневе, это не проклятие, это не горькие слова, а спасительные слова для вас, лично для вас. И Бог сказал, обратите свои взоры ко Мне, и Я вас спасу. Я стану для вас праведностью, которую вы не можете обрести сами. Тем, кто чем-то или кем-то меня заменил и не хочет иметь со Мною дело, Я говорю, ко Мне обратитесь, и будете спасены. Итак, во-первых, это спасительное послание, а во-вторых, это еще и довольно простое послание. Согласно нашему сегодняшнему отрывку из Библии, получить это спасение очень просто, совсем просто. для этого не нужно покупать индульгенции, для этого не нужно совершать каких-то особых паломничеств, для этого не нужно отправляться в Мекку, для этого не нужно производить каких-то действий религиозного характера или что-то создавать. Бог сказал, обратите свой взор ко Мне, обратитесь ко Мне. Все просто. Обратите свой взор ко Мне и будете спасены. Бог сказал, я стану для вас спасением, я стану для вас мудростью, я стану для вас праведностью, я стану для вас другом, я стану для вас утешением, я стану для вас счастьем, я стану для вас радостью, просто обратитесь ко Мне и спасетесь, и получите куда больше, чем кусок плода, кусок дерева, или горстку праха. В Ветхом Завете есть один момент, который помогает нам лучше понять эти слова. Когда народ израильский бежал из рабства, они стали жаловаться Моисею на то, что им не нравится то, чем им приходится питаться. Они стали бунтовать, и поэтому Бог наказал их за то, что они пошли против Моисея и самого Бога. Он наслал на их лагерь ядовитых змей. Эти змеи кусали людей, и те умирали из-за этого. И тогда мы можем прочесть о том, как Бог обратился к Моисею и сказал, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. Если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И так оно и было. «Каждый, кого укусила змея, смотрел на этого медного змея и выживал». Это был тот же самый взор, о котором говорил Исаия. Впоследствии Иисус объяснил нам, какое значение имеет это действие, и зачем нам обращаться к Богу. Вот что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, да вы всякий». А вот тут обратите внимание, здесь сказано «не всякий, кто к нему обратится». Здесь сказано «всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». То есть в контексте Библии обратиться значит увероваться. «Поверьте вы Иисусу, и вы будете спасены». Верить — это значит полностью посвятить себя Иисусу. Это значит оставить все остальное и поверить в то, что Иисус сделал для нас. А именно, Он пришел в наш мир и прожил за нас жизнь, которую мы не смогли бы прожить. Он жил без греха. Он никогда не вырезал себе идолов. Он никогда не почитал какой-то плод и никогда не почитал горстку праха. Он жил лишь по воле своего Отца. Он делал то, что вы не в состоянии сделать. И хоть на Нем не было никакой вины, все же Он взошел на крест на Голгофе. Он стал жертвой, принесенной за наши грехи. Он понес наказание, которое заслужили мы, а именно смерть. Он умер, Его положили во гроб, но Его Отец, Бог, признал Его смерть жертвой. Бог Отец воскресил Его из мертвых, и теперь Он живет. И всякий, кто верит в Иисуса, кто верит, что Иисус умер за Его грехи, тот обратился к Богу. Итак, это спасительное послание, это простое послание. И, наконец, в-третьих, это уникальное послание. «Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Я хочу сейчас обратиться к тем, кто подумывает о том, чтобы оставить нашу церковь и не обращать свой взор к Иисусу. Возможно, вы ждете, не дождетесь, когда же это произойдет. Возможно. Для вас это повод задуматься. Возможно, вы говорите, «Пастор, я больше никогда не буду обращаться к Иисусу, потому что я знаю слишком много людей, которые утверждали, что обратились к Иисусу, но если вы узнаете их поближе, то вы поймете, почему я не хочу быть таким, как они». Они держат себя как моралисты, они проповедуют закон, они проповедуют о воде, а сами пьют вино. Это лицемеры. Двуличные люди. Что я вам на это отвечу? Да, есть много таких людей, и они говорят, «Я обратился к Иисусу». Но по их жизни этого не скажешь. Но знаете что? В Библии сказано не так. Обратитесь к людям, которые обратились к Иисусу, и тогда будете спасены. Там сказано не так. Там сказано, «Ко мне обратитесь», то есть к Иисусу. Возможно, вы скажете. Это очень милое приглашение ко спасению, но мне кажется, есть и другие способы. Я хочу их узнать и попробовать сам. Возможно, мне стоит прочесть еще парочку книг или узнать получше другие религии. В мире столько религий и философских учений. Я хочу попробовать и другие, и, возможно, тогда я однажды обращусь к вашему Иисусу. Но в Библии же четко и ясно сказано, «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это сопоставимо с тем, что сказал апостол Павел в первом послании к Тимофею. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус». Есть ли какие-то другие мосты к Богу? Сам Иисус однажды сказал, «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Нет какого-то другого способа. Нет никакой другой альтернативы для спасения. Обратите свой взор к Иисусу. Если вы обратите свой взор в каком-то другом направлении, вы не найдете там спасения. Вы можете найти там, например, прекрасное ощущение или хорошие эмоции, а может, каких-то новых идолов, в коллекцию своих собственных идолов, но вы не найдете там живого Бога. Возможно, вы скажете сейчас. Я уже слышал подобное. Вы что, хотите заставить Меня верить в Бога? Зачем такая спешка и зачем торопиться? На это я отвечу. Да, я хочу заставить вас поверить в Бога. Вот почему я здесь стою. Я хочу заставить вас поверить в Бога. Я взываю к вам словами Исаии. Обратитесь к Иисусу. Знаете, как говорят в аэропорту, посадка заканчивается. Просим пассажира Майера срочно пройти на посадку или пассажир Мюллер. Срочно! Пройдите на посадку. Знаете, ведь самолет не будет вас ждать. Он просто улетит. Так почему же и я прошу вас скорее пройти на посадку? Потому что я не знаю, как ваша жизнь будет складываться в противном случае. Потому что я не знаю, проснетесь ли вы на следующее утро. Потому что я не знаю, ожесточилось ваше сердце или нет. Так что обратитесь к Иисусу. Поверьте в Него. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои и да обратится к Господу. И Он помилует Его. И к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Доверьтесь Ему. Есть одна проблема международного масштаба. Но у нас есть Спаситель, Который не знает границ. Он несет спасение каждому. Слышится ли вы, как Он обращается? Он зовет вас сегодня. И Он говорит вам, «Ко Мне обратитесь, и будете спасены». Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного. Какие это прекрасные слова. Надеюсь, они достигнут и ваших сердец. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Субтитры создавал DimaTorzok